Привет всем! Сегодняшнее видео будет обзором, показом покупок за последнее время. И это такой микс будет и одежда, и не одежда, и всякое-всякое. Поехали! Первая покупка это вот такое вот платьишко. У меня, наверное, нет фотографий в полный рост. Может быть, я что-то вставлю. Такое нарядное платьишко. Покупала я его в магазине Мохито. Это у нас... Давайте посмотрим, что у него написано. 32 размер. Стоило оно около 40 евро. Такое вот. Покупала я его на свадьбу. Дело в том, что за два дня до свадьбы я узнала, что я свидетельница на свадьбу. Мне нужно было срочно что-то купить. В другой ситуации я бы обязательно заказывала что-то в интернете. Как-то более подошла к этому вопросу. Но поскольку у меня было очень мало времени, мне негде было оставить ребёнка, и мне особо не было времени таскаться по магазинам и что-то искать. Поэтому я просто купила, даже смогла купить. Магазин Мохито. Это, мне кажется, польский магазин. В Прибалтике их очень много. Я не знаю, есть ли они в России. И, собственно говоря, к этому платью я купила вот такие вот туфли. На такой-то анкетке, платформе, как это называется. 38-й размер. Стоили тоже что-то около 40 евро. Что могу сказать? Здесь они мне натерли, естественно. Но я была умна. Я с собой положила пластырь. Поэтому всё было не так плохо. Ну и, конечно, ну как бы каблуки это не моя история. Поэтому, естественно, мне было на них неудобно. Но свадьба есть свадьба. Свадьба близкой подруги есть свадьба близкой подруги. Поэтому раз надо, значит надо. Но вообще, когда я искала, я столкнулась с проблемой, что купить такое какое-то плюс-минус нарядное платье, таких нежных цветов, достаточно сложно. Дальше у нас тут джинсы. В Заре сейчас начались уже скидки. Я, наверное, больше всего люблю джинсы из Зары. Даже сравнивая с дорогими, там, сливайсами, с слипуппером и так далее, они у меня живут дольше всего. И это такие обычные синие джинсы, да, зауженные. Снизу, кстати говоря, очень удобно есть такая молния, потому что некоторые зауженные джинсы в них просто влезть. Еще в них можно, вылезти из них уже невозможно. И они просто синие. Понимаете, это такая редкость в наше время. Просто синие джинсы. Я консерва та еще. Я не люблю драные джинсы, когда, извините, открыто больше, чем закрыто. Я люблю просто такие синие джинсы. Ну, как бы, окей. Учитывая, что я ношу их очень редко, мне их хватает на очень много лет. Дальше. А давайте я из Зары продолжу показывать детское. Представляете, мы все сами когда-то влезали в такие шортики. Детские такие шортики хлопковые. Впереди такая нашитая, как бы, гипюр. Карманчики. Зачем такому маленькому ребенку карманчики, непонятно. И бантик такой нашит. Тоже распродажа. Я сейчас покупаю 86 размер. 12-17 месяцев. Может, это хватит еще на следующий год ей. 100 или 3 евро. Лучшая цена для детской вещи. Поскольку у нас неожиданно наступила жара, и я столкнулась с тем, что ребенку нечего одеть, потому что никто не ждал, никто не ждал, что в начале июля может быть жара. Тем более в Латвии. Такая вот маечка. Уже, извините, она помятая, конечно, потому что уже носили. Спереди такой зайка. Здесь вставочка из... Ну, какой-то другой ткани непонятной. Сзади вот так вот красиво капелька сделана. Тоже 86 размер. Стоило 2 евро. Еще лучше. Потому что ребенку такая майка, как бы... Вообще расходный материал. Дальше. Я уже, наверное, в начале июня думала о том, что в Латвии может приключиться жара. И заказала ребенку еще один комплектик. Точнее, я себе искала что-то другое на китайском сайте. И решила до кучи прихватить такую маечку. I love summer. Красивая желтенькая маечка. Это 80 размер. Кстати говоря, хорошо подошла. Только мерили, еще не одевали. Потому что к тому моменту, когда это все пришло, уже жара закончилась. И такие вот шортики на резиночке. Резиночка туговатая. Я думаю, чтобы не давила, может. Это такой пляжно-летний песочничный вариант такой. Это стоило типа 5 евро комплектик. Поэтому why not. Зачем я полезла на китайский сайт? Я полезла на китайский сайт за чокерами. Ну, наверное, продается тоже там в магазинах типа H&M и так далее. Но я хотела очень дешевый вариант. Потому что я знаю, что это просто такой вот тренд сезона. И мне тоже надо, естественно. Я знаю, что я не буду его много носить. Но как бы даже видео у меня, мне кажется, есть в нем. И знаете, когда он мне пригодился. Когда я ходила на ретро-фестиваль. Вот. Такой типа тоже гипюровый какой-то. Стандартный, который, наверное, сейчас у всех есть. Он стоил меньше 1 евро. Это прекрасная цена. И второй, который стоил меньше евро. У него тут посерединке такие вот треугольнички, кружочки. И вот так это смотрится как-то. Но этот не очень мне понравился. Его я носила как-то пару раз. Но что-то не пошло. И еще две покупки. У меня все такое смешанное. Закончился у меня тоник. Я сейчас пользуюсь La Roche-Posay. И я решила купить тоже La Roche-Posay. И в итоге взяла мицеллярку для очистительной кожи. Вот. Как видно, я уже вот столько успела отпользовать. Да. Неплохая. Хорошо, кстати, убирает косметику. Хорошо так тонизирует. Мне понравилось. Я купила просто здоровую подьючь. 400 литров. Что я еще купила? Я купила эпилятор. Филипс. Сатинель. Наверное, называется. Обычный. У него нет никаких насадок, ничего. Он стоил типа 25 евро. Он дешевый. Зачем я его купила? Я много лет пользуюсь воском для удаления нежелательной волосатости. Но тут мне что-то захотелось эпилятор попробовать, сравнить и так далее. Пользовалась я им несколько раз. Пока могу сказать, что подмышки это невозможно. Девочка, кто делает эпилятором подмышки, просто респект вам и уважуха. Для меня это невозможно совершенно. Ноги вполне себе, да. Ну, конечно, это занимает больше времени, чем воск. Но, в принципе, в каких-то ситуациях, why not, да? Не думаю, что это была такая лишняя покупка. Я думаю, что он мне пригодится на смену воску периодически. Потому что, конечно, с ним меньше мороки. В том смысле, что там не надо масла, не надо лосьон до, не надо присыпку, не надо муслиновые полоски, не надо грель, да, как бы ждать. Конечно, удобнее, но, не знаю, уровень воли, наверное, для меня с воском меньше, чем с этим вот аппаратиком. Это было все, что я вам хотела и могла показать сегодня. Спасибо за внимание и до новых-новых встреч. Пока-пока-пока.